Тогда были обстоятельства еще и политические, ну, не знаю, легенда, миф или правда, но программа «Взгляд» и ее открытие, так сказать, было связано. Надо сказать, что вообще в молодежной редакции центрального телевидения, где родилась эта программа, были до этого всегда очень такие экспериментаторские настроения. Вот там была такая программа «Мир и молодежь», «12 этаж», «Это вы можете», такие, ну, нестандартные советские программы, скажем так. Тут, значит, вот был запрос на такую ежевечернюю, как она называлась, информационно-музыкальную программу, и, как считается, связано это с тем, что в 87-м году в Рейкиявике Реган и Горбачев подписали соглашение, по которому Советский Союз брал на себя обязательства больше не глушить западные радиостанции. Считалось, что нужно противопоставить что-то западной музыке, которая теперь будет беспрепятственно через радиоприемники дуть в уши молодому поколению советских людей. Через там BBC на русском языке, там была такая замечательная программа «Все в новгородцеве» по пятницам, кстати, по-моему. Вот, через там «Голос Америки» и прочие вражеские радиостанции. Вот, ну и, собственно, это вот, мало, будет альтернатива, такая прогрессивная программа, где будет западная музыка. Потому что понятно, что вообще вот для поколения рок-н-ролла, когда в чем будет принципиальный вопрос. И не случайно даже там мелодия всероссийская, всесоюзная, вот эта граммофонная компания, то есть давали пусть маленькими тиражами, пусть на каких-то ужасных таких пластинках, значит, где писали зашифрованные названия, там, типа, группа «Вия, катящиеся камни», песня «Рубиновый вторник», или там, ну и так далее. Так что, или там иногда было даже так, скажем, «Де Пепло», я помню, на каком-то огромном, большой пластине, тогда винил был, была зашифрована вообще так, что трудно было найти. «Дым над водой», значит, только авторы, названия группы нет, а не все же знают автора, да еще в русской транскрипции. Ну и они там спрятаны, так сказать. То есть, но тем не менее было это, да, были уже там машины времени, было бы гребенщиков, но много чего было. Но вот чтобы вот так вот для всей страны, это было только раз в год, на Пасху. Мы боролись с походом молодежи в, значит, церкви, и, соответственно, в Пасхальную ночь, во время крестного ухода, обычно по центральному телевидению показывали зарубежную музыку качественную. Ну вот в этой как раз парадигме, как сейчас принято говорить, родилась программа «Взгляд», как еженедельная такая молодежная программа, где будет много вот такой западной музыки, каких-то прогрессивных разговоров и так далее, и так далее.